Итак, студия Купол продолжает свою работу на Международном форуме информационных технологий. У нас в гостях директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Юрьевич Небальсин. Добрый день, Михаил Юрьевич. Здравствуйте. С утра вы здесь на форуме. Что успели увидеть? Что интересного для себя открыли? Ну, первый день форума традиционен, это торжественное открытие, это обход, так сказать, стендов, экспонатов, которые здесь есть. Понятно, что, так сказать, время накладывает свой отпечаток, да, экономика тоже накладывает свой отпечаток. Меня, например, сегодня лично поразило очень большое количество образовательных учреждений, которые здесь выставили, что говорит, наверное, о том, что какое-то обновление, оно начинается, условно говоря, и в стране в целом, да, и среди, так сказать, будущих кадров и молодежи. Значит, посмотрели очень забавную, опять же, молодую порос, которую здесь представил Intel, да, вот, ну, компания традиционно впереди всех инноваций, поэтому, может быть, тоже неудивительно. Тем не менее, как бы, наверное, девятая выставка, конкретно с этим названием, или двадцать, по-моему, четвертая, как говорил руководитель нашей городской ярмарки, с момента вообще форумов, которые там, скажем так, связаны с IT, ну, вот, либо 25, либо 50 в следующем году, значит, соответственно, Ну, в любом случае, юбилей. Будет юбилей, да, и какой-то новый шаг, условно говоря, в развитии всего вот этого большого мероприятия. Хотя, как сегодня мы услышали, рекордное количество зарегистрированных участников выставки, то есть, ну, отрасль набирает, несмотря на кризис. Как ваша компания завязана с IT-форумом? Мы завязаны хитрее. Вот в этом году у нас 15 лет, значит, то есть, мы уже свою, так сказать, красивую дату, значит, в этом году достигли. Хотя эти 15 лет, точно так вот, тоже особенная вещь, предприятия связи разрозненные, да, вот эти телерадио-башни, телерадио-вещание, оно существовало в каждой своей области, да, и, соответственно, 15 лет назад государство решило соединить в один единый комплекс, который в итоге вот назвали РТРС. И это, как бы, на самом деле было такое движение, вот, как я считаю, в объединении, так сказать, страны. Значит, и, как я говорил раньше вам здесь в интервью, что телерадио-радио-то на самом деле то, что единственное, по крупному счету, объединяет вот все наше замечательное государство, все наше Россию, Владивосток, Владивосток и Калининграды. И, тем не менее, наступило вот это время, вот, которое я могу сегодня констатировать, что появилась вторая такая объединяющая вещь, и это как раз та самая информационная технология. То есть, как минимум, можно говорить об одном, что интернет, как часть этих информационных технологий, все, что связано с этим, да, а это огромная, огромная реальная отрасль сегодня, она уже перестала быть просто как маленькая отрасль, или какой-то отдельный отрасль. Она стала уже, на самом деле, целой культурой, да, целым таким коммуникационным огромным срезом, в котором прежде всего участвует информация. И если наша компания, как телерадиообещательная компания, признана прежде всего доставлять информацию, да, то также и IT-отрасль, и все, что вокруг IT-технологий происходит, на самом деле признана тоже доставлять информацию для населения. А население, соответственно, чем больше имеет возможности получать информацию, в свободном доступе, не оплачиваете как-то услуги там в значительной степени, тем, на самом деле, возможно, и лучше, собственно, и жить-то мы будем. Вот, значит, мы представили здесь, вот в этом году конкретно тоже нашу некоторую разработку, потому что переход на цифру, он не только имеет некое такое общественно-социальное значение, что люди могут смотреть более хорошее изображение, более устойчивое и так далее, он внутри нас тоже, естественно, меняет многие вещи, да, и сейчас то, что невозможно было сделать в аналоге, сейчас мы можем из Нижнего Новгорода, уже прямо из головного офиса, не просто следить за ситуацией на сети, на том, как работает каждый отдельный, конкретно взятый передатчик, да, или какая ошибка, если вдруг что-то произошло, но даже сейчас уже управлять рядом функции этого передатчика, перезагрузить его, перезагрузить спутниковый приемник, и причем все это еще так же, так же, да, теоретически возможно в Москве. То есть сейчас вот эта вот огромная на IT, на технологиях построенная система управления, система контроля, да, вот она сейчас у нас, она фактически отрабатывается и доводится до какого-то такого финального, финальной разумной стадии, то есть это был такой наш, как бы вот, наш вот участие, что ли, наш какая-то новиночка, да, вот в области информационных технологий, значит, такие отрасли на этой выставке. Я помню, что когда мы беседовали с вами года, наверное, три назад, может быть, и четыре, говорили о том, что вот будет в области построена такая сеть цифровая. В этом году ее достроили и все, что планировали, несмотря на все кризисы, сделали. Довольны? Да, значит, да, в том году под самый конец года мы окончательно бесповоротно сдали всю инфраструктуру первого мультиплекса, и первого мультиплекса, 10 основных телевизионных каналов, они, да, работают на территории всей Нижегородской области. Значит, то есть некую такую социальную задачу, которую мы для себя ставили, как базовый показатель для федеральной целевой программы, то есть как задачу, которую государство ставило нам, мы выполнили. Значит, хотя я считаю, что помимо вот этой задачи была как бы и вторая важная вещь, о которой сейчас и говорится, о том, что построить подобную систему, да, дать людям гарантированные 10 и 20 каналов, все равно будут, да, 20 каналов, которые люди могли бы получать, это обязанность государству. То есть это было когда-то принято, и государство для себя, федерация для себя решила, мы это обязательно сделаем. Значит, для того, чтобы это сделать, нужно было построить гигантскую инфраструктуру. То есть, я повторюсь, наши там 30 там с чем-то башен, которые мы заново с нуля построили, это ерунда, потому что здесь на территории Российской Федерации субъекты, где строились сотни таких башен. Это понятно, да, то есть огромные Тюменские регионы, Ном-Сибири, Ямало-Ненецкие там и так далее. И тем не менее, эта инфраструктура либо закончена, как у нас, либо достраивается, и в этом году она будет достроена. И получается, сейчас произошло следующее. Правительство Российской Федерации взяло на себя обязательство людям довести 20 телевизионных каналов и построить абсолютную инфраструктуру, потому что никто, никакой бизнес ее никогда не построит, потому что она по круглому счету, с точки зрения капитализации, не очень выгодна, да, слишком длинные инвестиции, назовем так. Но все, что будет дальше, это как раз база для того, чтобы сама уже отрасль телевидения и радиоощрения развивалась как частная структура, как частный бизнес. То есть государство ограничивало свое участие созданием инфраструктуры, на которую может зайти любой, и 20-ю минимальными каналами, что, в общем, тоже немало, да, если там взять дружеские нам европейские страны, где о такой цифре речи вообще не идет, чтобы вы понимали, да, в бесплатном режиме. Вот. И, значит, 20-ю телевизионными каналами, которые может смотреть каждый из граждан, ну, плюс 3 радиоканала, понятно. Вот. И вот именно с одной стороны закончим, и мы очень счастливы, что мы закончили этот инфраструктурный проект на своей территории, на Нижегородской области, мы теперь прекрасно понимаем, да, что сейчас наша задача в ближайшие годы эту инфраструктуру дать частному бизнесу с такими условиями, с такими привилегиями, тем более сегодня это требуется, государство сегодня говорит, да, пусть частный бизнес идет, пусть развивается, пусть строится, чтобы на этой инфраструктуре начала еще и работать и на развитие телерадиовещания, как частных продуктов, то есть как продукт, который извлекает прибыль, там, ну, как бы имеет какое-то значение. И, естественно, для государства, потому что эксплуатация инфраструктуры, да, за счет, в том числе, участия частников, это доход, так сказать, ну, в копилку государства, возврат к их самому инвестиции. Кстати, о частниках, вот буквально вчера некая компания тут опубликовала рейтинг, они замерили уровень звука на цифровом обещании и сказали, что что-то там не соответствует нормативам, и, кстати, заодно сразу предложили решение, разумеется, свое. Вот как вы оцениваете этот рейтинг? Ну, скажем так, значит, некая честная компания, я так понимаю, при подготовке к IT-форуму, вот заметьте, какое все-таки значение начинает иметь форум, значит, заготовила некий, как мне кажется, такой рекламный продукт в такой очень неудачном формате. Потому что, когда мы прочитали эту информацию вчера вечером, мы были очень удивлены, это не касается нас никак, как РТРС, но, честно говоря, касается нашей клиентуры, я имею в виду всех телевизионных каналов, которые находятся в этих 20, ну, как бы в двух мультиплексах, в 20 телевизионных каналах, хотя почему-то они померили 19, где уж там они один потеряли, я не знаю, может быть, просто приставку не настроили, нормально, или там телевизор. Вот, значит, и по первости, когда я прочитал, у меня было ощущение такого легкого шантажа этих компаний, вот, потому что... Все будет плохо? Да, все будет плохо, поэтому вы готовьтесь, что РСССР предъявит вам, значит, штраф там до 100 до полумиллиона рублей на основании пункта один-то такого-то правил Минсвязи, и приходите к нам. Удивительно, что они не выждали хотя бы дня три, чтобы все попаниковали, а потом они вариант решения предлагают. Неправильный, нет, неправильный, иначе тогда никто на IT-форме не прочитает эту информацию и к ним не придет, но не суть. Вот, самый смешный, конечно же, они забыли случайно, что есть пункт 1-3 этих правил, которые говорят о том, что эти правила рекомендованы всего лишь на все, они не являются обязательными. Вот, да, у частного бизнеса есть свои нюансы, свои интересы, свои забавные какие-то действия, да, вот. Но, как мне кажется, как мне кажется, да, что и время, и традиции нашего государства, как бы, да, вообще, российского государства говорят о том, что все-таки главные в бизнесе, даже если это частный бизнес или государственный бизнес, ну, как бизнес, да, вот, все-таки иметь определенную, как бы, репутацию, как это называлось, купеческое слово, да, вот. И, мне кажется, вот именно это будет всегда залогом и основой успешного развития нашего предпринимательства. Или государственного бизнеса, если речь, например, идет вот о том, что мы руководим вот некой государственной инфраструктурой и должны, и должны дать ее участникам для того, чтобы было многообразие форм. Ну, то есть не сказать, что вас напугала эта информация или телевизор, она так насмешилась. Она нас повеселила, хотя, конечно, было неприятно читать с точки зрения того, что, ну, в некой степени наши клиенты, я имею в виду телеканала, да, в общем, ну, как-то пытаются их напугать, вот, скажем. Ну, мы улыбнулись, да, правильно, скажем. И если возвращаться к цифровому телевидению, скажите, а вот второй мультиплекс у нас запуск, когда будет? Ну, со вторым мультиплексом, в общем, ситуация более-менее сейчас понятна, да, то есть мы, как и все граждане, надеемся на то, что нефть пойдет вверх, что государство проведет структурная реформа, что наш бюджет будет наполняться все-таки, да, и как бы не тратиться резервы, вот, но мы сейчас адекватно все понимаем, да, что, скорее всего, до 2018 года, может быть, включительно с 2018 годом, какие-то значительные экономические рывки не произойдут. Если не произойдет никаких рывков в экономике, если экономика будет находиться на стадии рецессии или на стадии стагнации, да, вот, или будет очень минимальный рост, то наши вещатели, то есть наши клиенты телеканала, они так и не смогут, потому что они просто первые производные от экономики, они так и не смогут изыскивать в частном бизнесе деньги для того, чтобы оплачивать вот эти вот передатчики второго мультиплекса в малых городах. То есть зависимость сегодня, как ни печально, включение второго мультиплекса на территории всей Нижегородской области, а не только вот пока на вот этих 65% населения, где он работает, она все-таки, как ни забавно, ну, впрямую, да, связана с развитием экономической ситуации в стране. Ну, отмечу, да, что в этом году мы с большой долей вероятности, поскольку мы очень рано построили, ну, по всем планам, очень рано построили полностью сеть первого мультиплекса и ту самую инфраструктуру, в этом году тоже, наверное, раньше, чем предполагать планы, мы поставим все передатчики, все антеннные сооружения, то есть у нас полностью уже будет, именно полностью физически готово есть стопроцентное покрытие второго мультиплекса. Дальше просто частные компании, которые там, должны дать согласие на то, чтобы оплачивать эту услугу. Как только это согласие будет поступать, мы незамедлительно, да, расконсервируем объекты, и второй мультиплекс будет работать. Крайний срок, как я полагаю, да, этой ситуации, это, наверное, начало 19-го года, потому что к этому времени, вне зависимости от экономики, принято решение, да, вы знаете, что после 18-го года аналоговое вещание начнет включаться. Что я хотел спросить. Да, и как бы, и, скорее всего, это позволит экономически достаточно легко, как раз в группе канала второго мультиплекса, уже включаться, вне зависимости от того, как экономика будет двигаться, потому что они начнут экономить на аналоге. Так все-таки отключат 18-го? Аналоговое вещание после 18-го года, конечно же, скорее всего, будет отключено, но давайте правильно поймем эту фразу. Значит, речь идет именно об аналоговом вещании каналов, которые находятся в первом и втором мультиплексе. Вот, мало того, значит, оно будет поэтапное, даже, я полагаю, внутри Нижегородской области, то есть не сразу будет включаться полностью все, не сразу именно все каналы, возможно, будут какие-то ротации, то есть это еще пока определяется. Никто, конечно же, не будет включать его на 1 мая 19-го года или на 31 декабря 19-го года. То есть найдется какая-то гибкая дата, когда потихоньку аналог из области уйдет. То есть речь идет о каналах «Россия-1», «Россия-24», «Питер-5» канал, они присутствуют на территории области в городе. То есть речь идет именно о пакетах, каналах 1-2 мультиплекса. Все, что касается аналога, который обещает сегодня, но не попал в первые 20 каналов, то есть это местные телекомпании, это, например, телеканалы «Че», «Стеслав», но я сейчас не помню, кто это. Значит, эти компании спокойно могут продолжать работать в аналоге. Никто их не выключает и выключать не собирается. То есть фактически линейка будет такая, у вас 20 каналов сейчас, если телевизор настроен 20 каналов в цифре, потом у вас идет 20 каналов в аналоге. То есть, наверное, ну, грубо так, с первого по 40-го получается для тех, кто бесплатно получает эфир, ну, пользуется бесплатным эфиром. Дальше у вас будет 20 каналов в цифре и еще 6-7 каналов, те, которые не попали в цифре, они останутся в аналоге. Ну, то есть несколько сократится объем. Но причина понятна, да. То есть не будет такого, что включаешь телевизор, а там черный экран. Ни одна бабушка этого не переживет. Да, но бабушка не переживет, и если у нее будет не черный экран, а только 7 каналов, пропадут те самые там 17-16 каналов, которые сейчас в цифре работают и работают в аналоге. Конечно, это будет непросто, потому что лишиться первого канала России, ну, как популярных каналов, да, на самом деле достаточно болезненная ситуация. Вот, поэтому сейчас как раз, да, вот именно в ближайшее время, я думаю, как раз к августу, к 15-летию нашей компании, да, я думаю, мы закончим такие длительные переговоры с правительством Нижегородской области, ООО, и переподпишем. У нас есть действующее соглашение между ГУПРТРС и правительством о том, что, ну, о том, что мы взаимодействуем, да, результат, собственно, лицо, да, это очень, очень реально хорошее соглашение, которое всеми исполняется в полном объеме. Вот оно немножко устарело, и сейчас новый, как бы, шаг в этом соглашении, которое мы будем переподписывать, это как раз подготовка к 19-му году населения, о том, что население должно узнать, что вот в такой-то момент они должны иметь телевизор, новый формат, приставку, который уже стал, по-моему, просто до безобразия дешевый, да, то есть там, проездной билет, по-моему, дороже стоит на месяц, чем приставка там на года, да, вот, значит, либо приставку, чтобы в тот момент, когда аналог выключится, да, любая бабушка, любой, там, любая семья, она совершенно могла спокойно, при желании смотреть бесплатно телевидение. Вот, собственно говоря, и вот это вот сейчас такая базовая задача. Потому что, конечно, не хочется, чтобы люди даже в самой-самой-самой глубинке, да, вдруг лишились неожиданно любимых каналов, и при этом они их могут получать, но не знают как. Да, то есть вот эту задачу, конечно, мы сейчас хотим решить. И у нас на это есть, ну, по сути, более двух лет, я думаю, что задачка решаема. А с местными каналами будет? Все спокойно? Вот теперь уже определились? Будут они? Местные каналы в аналоге будут. Собственно, никаких пока изменений с последнего визита, в том числе и сюда, заменества связи, с которым мы тоже общались с вами, да, значит, пара-тройку лет назад не произошло. Аналог, аналогов, что-то остается. Они работают, каналы работают по своим лицензиям. Мало того, я знаю, что канал многие продлевали лицензии, продлевали за этот период лицензии и дальше. Вот. Однако вопрос главный, да, вопрос главный, будут ли местные телеканалы именно в неком третьем мультиплексе, или там четвертом мультиплексе. То есть появятся ли эти телеканалы в конкурентной, хорошей технической среде, потому что все-таки чем больше мы работаем в цифре, тем больше мы как потребители, и я, да, мы привыкаем к качеству, и вроде нам не хватает местной информации, мы переключаемся на аналог, а счет вот немножко уже не то. И это, конечно, есть, есть, конечно. Но информация пока-пока она важнее, это все-таки видно, да, что нет такого какого-то падения из-за включения цифр, падения просмотров местных телеканалов, аналогов, нет такого. Да, в первый мультиплекс войдет местное вещание, оно вот-вот сейчас появится сначала в кабеле, то есть мы сейчас обеспечим это, значит, России ввести в Вести Приволжье ГТРК Нижнего Города, и Россия 24 войдет, значит, так сказать, тоже ставки у Нижегородского ГТРК. Но, как правило, все-таки, да, это как бы хорошая информация, но она ограничена по времени и недостаточно. Конечно, полноценная традиция Нижегородской области с полноценными каналами, вещающими много времени, Волга, та же самая ННТВ, я думаю, что они, конечно, целесообразно бы их сохранить. Есть некоторые варианты, которые обсуждаются о том, что хотят государство, да, или, так скажем, хотят телеканалы, да, и одновременно ИТИТе провести эксперимент по переходу уже с DVB-T2, с хорошей цифровой картинкой, вообще на HD. То есть чтобы в эфире было еще для российских граждан, но еще и качественное HD телевидение, бесплатное. То есть, опять, не покупаемые в Камеле, не покупаемые в спутнике, а именно бесплатные. Вот. Нижний попал в список этих городов, и если его, этот список утвердят, и все-таки пойдут телеканалы на этот эксперимент вместе с Министерством связи, то тогда, ну, так построим мультиплекс, такой там объем, грубо говоря, возможных, возможно, заполняемость каналов, что тогда теоретически может остаться два или три места для обычного, не HD, а обычно цифрового вещания. Ну, то есть будет два канала HD, например, да, и еще пара каналов теоретически может войти туда с местным вещанием, например, наши, или, там, ну, может, кто-то из федеральных каналов, тот же там чек, который не попал, или там кто-то еще, да, перец, да, вот. Тут вот уже тонкий вопрос. Но в любом случае, пока, по-моему, 6 или 7 городов попали вот в этот список по эксперименту, да, рассматривается вариант запуска этого эксперимента, то есть HD как базовое, да, вот, и при этом, да, соответственно, слоты, которые там остаются для обычного цифрового телевидения в Т2, да, они могут быть, на самом деле, отданы и в этой ситуации региональным каналам. То есть у нас есть большая надежда, что все-таки это произойдет, и мало того, что это, может быть, даже произойдет до чемпионата мира по футболу. Ну, так сказать, вот, лелеем надежду. Все, что касается пока такой более-менее официальной неофициальной позиции Министерства связи, она, к сожалению, для местных каналов звучит так, что, ребята, вы, конечно, думайте о цифровом телевидении, о третьем мультиплексе, но, в общем, особо не надейтесь и ищите другие среды распространения. То есть, как и говорилось, что это такое? Уходите в кабельное телевидение, уходите, при возможности, конечно, в спутниковое телевидение, а есть такие прецеденты, например, телевидение из Казани, да, татарская национальная вещает на спутнике. Уходите в интернет, если у вас совсем все плохо, так сказать, да, и пока сейчас вроде идет приговор, пока торговля, назовем так условно, между большим частным бизнесом, и, кстати, в том числе, даже не частным бизнесом, а порой и государством, но в лице руководителей субъектов, да, ну, когда областное телевидение, там, республиканское, чтобы все-таки вот в кабеле, да, как сейчас обеспечили обязательные 20 каналов в кабеле 1-20, это 1-20, которые в мультиплексе, чтобы 21-22 слоты в обязательном порядке хотя бы были закреплены за региональным телевидением. Сейчас пока решается вот этот вопрос. Даже президенту задавали, он вроде сказал, что я мешать не буду, да, но на самом деле это правда тоже рыночный момент. Такое рыночное государство не отрегулирует это или нет? Я думаю, что это справедливо отрегулировать, потому что если государство сейчас говорит, мы не можем дать вам третий мультиплекс для региональных каналов, да, то, наверное, все-таки на уровне регулятора принять решение о том, что 1-2 местных канала должны иметь 21-22 номеров на кнопке кабеля, а кабель все-таки присутствует, да, то есть в нашей области меньше, в других областях сильно больше, да, вот, это было бы правильно, справедливо. Мы много поговорили про телевидение, но вы же еще и радио занимаетесь. Да, радио теперь, радио это наша надежда, да, значит, собственно говоря... А говорили, сплошное телевидение будет, нет? Радио это... Ну, как же без радио, понимаете, конечно, современные технологии, опять же, возвращаясь к теме форм, они подразумевают, накачал флешку, запасово бахал, значит, практически уже iPad, iPad, который у тебя в машине стоит, там, да, и там слушай, что хочешь, поднабрал и так далее, ну, тем не менее, радио остается, потому что радио остается живым, радио остается разговорным, да, то есть вот открытие недавно маяка, которое здесь у нас в Нижнем было, и которым я присутствовал, да, и общение с ребятами, ведущими, да, ну, ну, оно потрясает своим энтузиазмом, потому что просто люди риском не верят в то, что радио будет вечным, и я, кстати, верю, что радио будет вечным, и даже в этом не сомневаюсь. С точки зрения, там, каких-то технических вопросов по частотам оно не занимает, ну, оно не является этот объем радио стратегическим, это не телевидение, да, с точки зрения того, что оно будет востребован, да, будет оно все же востребованным, но не хочу я слушать постоянно свои собственные песни, которые я сам накачал, понимаете, да, да, я не против их послушать, а иногда вы едешь, там, слушаешь, там, того же, там, какой-нибудь ведущего, так ему и хочется сказать, вот прямо, вот, даже вот, блондинка слева обгоняет меня на машине, да, и подрезает, не хочу я так говорить, как порой ведущему, хочет сказать все, что я про него думаю, и про то, что он говорит, и вообще, что он думает. Ты что-то на кухне готовишь, радио включишь, а это вообще уже без комментариев. Вообще замечательно, хочется, живой трех, ну, да, вы же девушка, вы знаете, что в этой ситуации, конечно, хочется, наверное, сковородку взять и в это радио запустить, но я же смеюсь, вот, для радио как раз новая инфраструктура, она в том числе, да, и очень хороша для развития радиовещания, то есть сейчас нужно найти вот это тоже, вот, в этот плохой, в эти годы надо находить экономически интересные условия для развития радиостанций уже не в Нижнем Новгороде, где, в принципе, практически невозможно ничего больше открыть по радио, да, то есть вот мы радио России откроем, наверное, во втором полугодии, и эта частота уже давно есть, она рассчитана, она забронирована, она подсчитана нам везде, вот, а дальше, как бы все развитие радио должно уходить в область. Все-таки мы тоже хотим, наверное, как и все, да, мы поехали там в Сарок, мы хотим, чтобы у нас радио было там бесконечно, чтобы мы поехали там в Шахуне, мы хотим, чтобы радио там и не одна, а две, три, четыре волны все время были, как бы, ну, так сказать, по дороге, а еще люди, которые живут просто там в деревушках, да, и если передатчики радиовещания туда будут доходить, именно в FM-диапазоне, да, наверное, это все-таки тоже украсит просто жизнь населения, да, ну, просто реально украсит, вот, и сейчас вот эта задача, есть инфраструктура, я говорил об этом раньше, да, государство построило, как мы сейчас постараемся обеспечить для частного бизнеса, это уже только частный бизнес радиовещания, да, условия для вхождения, условия для нормального экономического существования и выживания, да, а потом извлечение возможной прибыли, чтобы вернуть деньги, вот эта сейчас задача стоит перед нами, поэтому, заканчивая фактически, видимо, на большой период времени развития радиовещания в Нижнем Новгороде конкретно, сейчас мы будем делать все необходимые действия, продумывать, разговаривать, совещаться с радиосообществом, с частным бизнесом, как можно радио, да, транспонировать в область на новый объект, в том числе, да, вот, и вот это для нас такая задачка, она и нам интересна, очень, да, и, я думаю, интересно частному бизнесу, если, может быть, не сейчас, то, ну, через год, если экономика пойдет вверх, будет интересно. Ну, и завершите наш разговор, я хотела бы приятным, 15 лет, сами себе подарок, будете делать какой-то, вот Нижегородская башня, как красиво вечером подсвечивает в стиле башни. Да, да, да. Что вот у вас такое планируется, может быть, в этом году, ну, или в ближайшее время? Значит, башню мы называем новогодней елочкой, у нас теперь это в обиходе, в коллективе, вот, значит, ну, правда, вот тот Дед Мороз спустится, вот у нас год назад спускался, с Снегурочком не зуждала, значит, тот там что-то еще, у нас, конечно, такая двойная задачка, двойная мечта, вот я вам так скажу. С одной стороны, большая мечта, чтобы она по-другому начала светиться. Там, не претендуем на Эйфелеву башню, конечно, никак, но чтобы что-то было другое. И 18-й год, как бы, на самом деле, такая важная дата, вот, и будет приезжать огромное количество гостей, это уже понятно, вот, и, конечно, башня будет украшением города в этой ситуации. А вторая задачка, все-таки, понимая, что это немало инвестиций, для того, чтобы она была вот другая. Никак сейчас, сейчас, да, неплохо, но все-таки немножко не сверх ярко, да, вот, они инвестиции, ну, как бы требуются инвестиции, да, то, возможно, как бы мы, конечно, все-таки отчасти, учитывая, что это новогодняя елочка, надеемся на некую помощь, возможно, у Деда Мороза в этой ситуации, потому что все-таки это интересы города и области. Понимая, опять же, что в этом году, конечно же, да, эта тематика не может быть в принципе поднята, из-за того, что есть более серьезная задача, вот, может быть, в следующем году или в 18-м году работа, это не глобальная, они там не занимают огромное количество времени, да, вот, может быть, будем разговаривать с органами государственной власти о том, что как мы можем совместно, совместно, повторюсь, да, украсить наш самый высотный объект в городе, да, красиво и достойно преддверия чемпионата мира по футболу и, конечно же, нет, футбольный мяч на вершине, я бы рад бы и мяч на вершине, и там, да, и флаг России поднять, но боюсь, что ветровые нагрузки не позволят, естественно, проекты, точных проектов пока нет и, естественно, проектирование и идеи, да, я думаю, что это вещь, которая должна обсуждаться и вноситься скорее, да, к нам, чем мы, как все-таки технические люди, да, вот, сами нарисуем то, что мы хотим видеть, но не факт, что это будет интересно, опять же, повторюсь, это, конечно, большая совместная работа. Ну что ж, большое спасибо, будем ждать от вас сюрпризов к чемпионату мира. А нашим зрителям я говорю, что, кстати, благодаря Михаилу Юрьевичу у нас есть возможность смотреть цифровое телевидение в отличном качестве.